Традиционно рабочая неделя в администрации началась с еженедельной планерки при главе района. В работе совещания приняли участие руководители структурных подразделений администрации района и главы сельских поселений. Один из основных вопросов, который рассмотрели на сегодняшней планерке, это предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке на территории района за прошедшую неделю представил главный специалист отдела по делам ГОИЧС Руслан Тхагов. На сегодняшний день на территории района зафиксировано 56 человек с заболеванием COVID-19. Действующих очагов 50, контактных 55. Выявлено за 20 или 22 число 8 человек. За эти три дня выздоровел один человек. За прошлую неделю провели проверку 140 торговых объектов. Нарушения нет. Как отметил глава района, число зараженных растет, поэтому работу по сохранению здоровья людей в период пандемии необходимо продолжить. Следует отметить, что число привитых в районе с каждым днем увеличивается. На 22 августа эта цифра составляет 6768 человек. На сегодняшний день у нас провакцинировалось 6768 человек, а до регионов ПАНа 60%, это у нас исполнение 50%. По остатку вакцины спутник 416 доз, эквакуров на 9 и спутник ВАИТ в достаточном количестве 1060 доз. Всего у нас 1485 доз. По спутнику ВАИТу, для информации, раньше было ограничение 18 до 60 лет. С вчерашнего дня новая института получена в Минздраве Российской Федерации. Спутник ВАИТ теперь можно прививать всех лиц от 18 лет без ограничений, в том числе и проводить вакцинацию. На планерке также были рассмотрены вопросы благоустройства, реализации национальных проектов в муниципалитете, достижение оценки эффективности работы органов местного самоуправления, санитарные состояния. В числе основных вопросов планерки остается проведение весенних полевых работ. В районе начали уголку подсолнечных территорий, в Кашитабрском сельском поселении и в Югородском сельском области. На сегодняшний день, значит, выбрано порядка 80 гектаров, среднее урожание составляет от 12 до 15 центов. Также идет послеуборочный комплекс, у нас подготовка к семью озимой колоссовой культуры. На сегодняшний день спахано около 6 тысяч гектаров, идет подготовка семенного материала. В этом году планирует Фемель поселить порядка 19 тысяч гектаров озимой колоссовой культуры. Отдельно были рассмотрены вопросы, поднятые жителями района во время прямого эфира с головой Республики Адыгея.